Пластическая деформация Дематично процесс деформации на атомном уровне можно представить с помощью так называемой пузырьковой модели Рассмотрим подробнее перемещение атомов при пластической деформации В идеальном монокристалле для совершения элементарного акта пластической деформации необходимо произвести сдвиг по всей атомной плоскости Чтобы преодолеть силы межатомного взаимодействия в этом случае необходимо приложить внешние напряжения порядка сотен и тысяч килограммов на квадратный миллиметр Обратите внимание, речь идет об идеальном монокристалле При пластической деформации реальных кристаллов уровень действующих напряжений на несколько порядков меньше, чем в идеальном кристалле Сопротивление деформации для реальных металлов составляет от десятков граммов до десятков килограммов на квадратный миллиметр Это объясняется тем, что применяемые на практике металлы не имеют идеального строения В них всегда присутствуют линейные дефекты кристаллической решетки называемые дислокациями Такой тип дефектов можно получить, условно убрав от плоскости в идеальном кристалле Как видно, дислокация представляет собой линейный дефект кристаллической решетки При приложении внешней нагрузки дислокация совершает движение через кристалл Элементарный акт пластической деформации совершается не путем одновременного сдвига по всей кристаллографической плоскости а за счет разрыва межатомных связей на определенных участках плоскости скольжения Дислокационную структуру можно наблюдать при просвечивании ультратонкого среза металла в электронном микроскопе Сейчас мы видим, как происходит движение дислокации в металлическом образце при наблюдении в электронном микроскопе Часть дислокации исчезает в результате выхода на поверхность образца В результате прохождения дислокации через кристалл как видно из приведенной модели на его поверхности образуются микроскопические уступы линии скольжения Процессы образования и развития линий скольжения хорошо прослеживаются при наблюдении поверхности деформируемого образца в оптическом микроскопе В процессе пластической деформации дислокации взаимодействуют с различными дефектами кристаллической структуры что приводит к упрочнению кристалла Причем характер упрочнения существенно зависит от типа дефектов с которыми взаимодействуют дислокации На начальных стадиях пластической деформации дислокации движутся по одной системе скольжения Размножение дислокаций происходит в основном за счет источников которые получили название источников Франко-Рида Действие этого источника основано на выгибании части дислокационной линии закрепленной с двух сторон После образования дислокационной петли процесс повторяется снова При движении дислокации по одной системе скольжения они беспрепятственно проходят через весь образец В этом случае напряжение течения составляет доли килограмма на квадратный миллиметр При наличии препятствий для движения дислокаций напряжение течения резко возрастает Одним из таких препятствий являются границы зерен в поликристаллах Вследствие различной ориентировки зерен Пластическая деформация в них начинается не одновременно Распространение пластической деформации от зерна к зерну происходит по эстафетному механизму то есть внутренние напряжения от скопления дислокации вблизи границы вызывают размножение и движение дислокаций в соседнем зерне Развитие скольжения в отдельном зерне можно схематично представить как деформацию монокристалла аналогичной формы и размеров Как правило, изменение формы отдельных зерен близко к изменению формы поликристаллического агрегата в целом Напряжение течения в чистых поликристаллах подчиняется соотношению петча-хола Согласно которому сопротивление деформации тем больше чем меньше размер зерна В результате взаимодействия двух расщепленных дислокаций образуются барьеры ламер-катрелла которые являются эффективным препятствием для движения дислокаций Взаимодействие движущихся дислокаций с дислокациями леса приводит к образованию ступенек которые тормозят движение дислокаций В результате перечисленных типов взаимодействия дислокаций с дефектами кристаллической структуры происходит упрочнение материала В электронном микроскопе наглядно прослеживается эволюция дислокационной структуры при пластической деформации Этот процесс сложен и поэтому целесообразно рассмотреть изменения структуры на отдельных стадиях пластической деформации Так кривая деформации чистых границентрированных кубических кристаллов имеет три четко выраженные стадии упрочнения Первая стадия, стадия легкого скольжения характеризуется малым линейным упрочнением Плотность дислокации на этой стадии невелика и составляет 10 в 6, 10 в 9 степени единиц на квадратный сантиметр Напряжение течения на первой стадии пропорционально плотности дислокации На второй стадии с ростом степени деформации происходит образование дислокационных скоплений и ячеистой структуры Уменьшение размера дислокационных ячеек в процессе деформации приводит к росту напряжения течения Упрочнение монокристалла замедляется на третьей стадии Отметим, что образование дислокационных скоплений и ячеистой структуры снижает пластичность и после достижения плотности дислокации можно наблюдать в сплавах имеющих ограниченную растворимость одного из элементов Дисперсные часы существенно упрочняют материал Это используют для повышения прочности современных конструкционных материалов Проследим на примере сплава алюминий медь образование структуры с мелкодисперсными частицами Для этого нагревают сплав в однофазную область Закалкой досягается пересыщение твердого раствора В результате дополнительной термообработки называемой старением происходит выделение частиц второй фазы Частицы выделений перекрывают плоскости скольжения и и поэтому дислокации перерезают при когерентной связи частиц с кристаллической решеткой матрицы Торможение Торможение дислокации когерентными частицами вызвано рядом причин Одна из них обусловлена некоторым различием кристаллических структур матрицы и частицы Это приводит к возникновению упругих искажений которые тормозят движение дислокации Другая причина приводящая к упрочнению материала связана с различием упругих модулей частицы и матрицы Если плоскости скольжения когерентной частицы и матрицы лежат под углом друг к другу дислокации при прохождении через границу распадаются на две Одна из них эпитоксиальная остается неподвижной на границе а другая продолжает движение Такая дислокационная реакция требует совершения дополнительной работы Если когерентная частица имеет упорядоченную структуру дислокации перерезая частицы должны затратить энергию на разрушение порядка что в значительной мере тормозит движение дислокации Экитокси Перечисленные процессы объявляют объясняет тот факт, что материал, в котором при старении выпали когерентные мелкодисперсные частицы, обладает сопротивлением деформированию в 2-3 раза большим, чем в свежезакаленном состоянии. Если выделения некогерентно связаны с кристаллической решеткой матрицы, то дислокации не могут перерезать частицы и вынуждены их огибать, образуя вокруг них дислокационные петли. По мере накопления дислокационных петель, которые служат дополнительным препятствием для движения дислокаций, материал упрочняется. При наблюдении в электронном микроскопе образцов, содержащих некогерентные частицы, хорошо прослеживается скопление дислокаций вблизи частиц. Выделение в твердом растворе некогерентных частиц, которое достигается, например, при перестаривании материала, упрочняет материал, как правило, в меньшей степени, чем при выгерентных частиц. Таким образом, мы рассмотрели основные процессы, приводящие к упрочнению материалов. В современном металлургическом производстве ученые и технологи, варьируя технологический процесс, создают полуфабрикаты с требуемой структурой и свойствами. Используя пластичную информацию в промышленнообразные металлургические полуфабрикаты различной формы и размеров. Знание закономерности формирования структуры металлов позволяет ученым решать широкий круг задач, направленных на создание новых конструкционных материалов. Все это открывает новые возможности использования металлов и сплавов в строительстве, металлоконструкциях, при создании новых типов судов, самолетов, в космической технике и многих других отраслях народного хозяйства. Применяемые сегодня металлы могут быть в сотни и тысячи раз прочнее. Какие в самом деле фантастические возможности открываются перед техникой будущего? «Снега» 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 Продолжение следует...